Я салам из пасмурного зимнего Ташкента, друзья. Это последний ролик зимнего Ташкента 23-24 года. И на этом мы завершим наши зимние поездки. И потом начнутся у нас веснейшие поездки. По локации мы находимся. Это улица Элдентепа, бывшая Циалкошка. И сейчас мы, по-моему, заедем в сторону завода шампанских вин. Если я не ошибаюсь, конечно. Это в первой части мы сейчас подъедем туда и поедем в сторону Дружбы народов через Дархан. Ну, а во второй части уже поедем по Дружбе народов, в Катартал. Так, в Пеской квартал заедем. И далее уже в сторону Макаронки, Батан. Ну, в общем, Челанзар в ту сторону. Это во второй части вот такая вот поездка. Вот мы сейчас подъезжаем, по-моему. Это вход, я так думаю, я точно не могу сказать, завода шампанских вин, наверное. Ну, здесь все вот так уныло, конечно. Наверное, этот завод не работает, я предполагаю. Ну, вот так выглядит эта часть города. Эта запись также была сделана 15 февраля, канун холодов последних. Вот, сюда мы, наверное, не приезжали. Поэтому, наверное, будет интересно жителям, кто здесь раньше проживал, смотреть эти места. Это недалеко от Боткина. Сейчас мы выйдем на Алтентепа. Здесь она по-другому называется. И поедем в сторону проспекта Мирзова-Люкбека. И далее уже через Дархан, на Абдулла-Кадыри. И поедем в сторону Ганги. Вот такая вот поездка. Вот такая вот погода стояла в канун последних холодов. Вот на момент записи, это вот я делаю 2 марта. Весна здесь началась. Ну, как и предполагалось, снег был всю ночь. С первого на вторую ночь посыпал снег. И сейчас он, конечно, растаял. Погода, ну, температура чуть-чуть плюсовая. Таких холодов пока нет. Но сегодня, завтра еще снег ожидается. И с понедельника уже обещают потепление. Даже в следующей неделе до плюс 20 градусов. По Узбекистану обещают. Надеемся, так оно и будет. Ну, вот как выглядит эта часть города. Вот так все здесь, ну, честно сказать, уныло все выглядит. Я здесь сам впервые проезжаю. Ну, а мы сейчас выйдем уже на проспект Мирзова-Люкбека. Ну, там уже, конечно, картина будет совсем иная. И далее поедем в центр города, в сторону центра. Смотрите, здесь уже проспект Мирзова-Люкбека. Вот такие вот виды. На данный момент город почти так же выглядит, как на картинке. Немножко снегом так припорошило. Ну, оно все тает, уже почти растаяло даже. Ну, с понедельника обещают потепление. Ну, а мы сейчас подъехали к перекрестку улицы Паркенская, бывшая генерала Петрова. И повернем налево. В сторону Дархана поедем. Ну, такой вот этот загруженный перекресток. Да, вот такие вот у нас дела. Так, насчет бензина. Вот даже вчера, последний, ну, 1 марта обещали газозаправки открыть. Но с похолоданием опять ничего не открыли. Даже, более того, 80-й бензин тоже пропал. Очереди неимоверные. Даже вот эти дорогие заправки тоже 80-й бензина почти что не было. Ну, очень большие очереди, если есть. В общем, каша какая-то. Надеемся, с понедельника или вторника уже все устаканится. И город оживет. Также еще новость. По Яндекс.Такси с 1 марта. Все эти, кто лицензии нету. В общем, вроде бы нельзя таксовать. Но Яндекс.Такси все равно им работу дает. Но, как бы сказать, 12% комиссии еще забирают. Вот так вот. В общем, получается, не выгодно. Яндекс.Такси и так подорожал. Раньше у нас было 13. И 13,5 было. И 3%, 16. Ну, где-то вот так 13-16 было в общем счете. А сейчас вот поднялись. 4,5, по-моему, уже таксопарки берут. Яндекс. То есть Яндекс берет 4,5. Таксопарк от 3 до 5 берут. Некоторые. Вот плюс еще 12 забирают. В общем, там более 30% получается. Вот такая вот тоже непонятки. Ну, я вроде бы эту лицензионную карточку в таксопарк предоставлял. Ну, я посмотрел. У меня эта лицензия есть. Ну, она у меня есть. Так и так. Но надо еще на таксопарке тоже предъявить. Только вот эти 12% не забирали дополнительно. Ну, и с 1 марта, говорят, начнут больше рейдов проводить. По выявлению, кто вот без лицензии работает. Усиленный контроль от департамента транспорта. Вот такая вот ситуация в Кашкенте. Хотя я... Ну, многие сейчас не ездят. Мы сейчас в районе Архангелла. Потому что с топливом проблемы. Ну, подождем. И уже все устаканится. И будем уже работать на полную мощь. Если получится. Также по очистке города, как я говорил, там поэтапно хотели до 30-го года автомобили убрать. Это... Мне вот писали, что это уже указ подписан. Что это официально уже. Ну, точно не могу сказать. С людьми разговариваем. Многие сомневаются, что такое может произойти. Хотя время покажет. потому что это все у нас... Знаете, такие взбросы и такая тишина. Но с 1 марта ограничили грузовой транспорт. Сейчас пик ездить... Ну, въезд в город Кашкент. Грузовой транспорт в час пик. Это первый этап. Ну, а дальше уже поэтапно до 30-го года. Может, это и будет равно. Это будет позже, наверное. Ну, посмотрим. Буду держать в курсе. Так же вот хотел открытие в Ташкент-Сити. Съемки сделать. Они все обещали открытие сделать. Ну, грандиозного открытия как бы не было. Как бы сказали, техническое открытие было вчера. Вот, сомневаюсь ехать снимать, делать съемки так, как не все открылось там. Пара бутиков там кинотеатр какой-то, бассейн есть. В общем, подожду, чтобы было есть было на что посмотреть. Иначе просто так если магазин будет закрыт, то тоже, наверное, будет неинтересно. Ну, что-то в этом тоже поэтому поводу тишина и в новостях ничего не пишут. Все время откладывали, откладывали, ну, не знаю, будет грандиозное открытие, нет. Ну, попробуем на днях съездить и сделать съемки. Ну, как вы знаете, от первого лица, то есть, я сделаю съемки полностью, не выключая камеру, покажу, где вход, и зайду и погуляю, ждите роликов обязательно. обязательно. Обязательно сделаю этот обзор. Наверное, многим интересно. Ну, вот, вот такая вот пасмурная погода до сих пор у нас стоит, сейчас тоже за бортом, идентична. Так что в следующей неделе, наверное, солнечко выйдет и начнем наши поездки по городу в Ташкенту тоже будем продолжать, уже весенние поездки. Надеюсь. Ну, а дальше уже ждем потепления, когда город начнет зеленеть, деревья, почки пустит. Ну, в общем, красота будет весенняя. Деревья зацветут, все это мы, конечно же, запечатлим. Ну, а мы сейчас едем по Абдулла Кады Рейс справа. С13, по-моему, если я не ошибаюсь. Слева я даже не знаю. Может, С12. В общем, раньше Скопья было, да? Или даже это да, это С13. Сейчас мы подъезжаем перекрестку улицы Абая. И следующий уже большой перекресток будет магазин Ганга. Ну, а здесь где-то был еще магазин Скопья, да, слева где-то. Ну, вот оно у нас, перекресток улицы Абая. Вот такие вот дела, друзья. Надеемся, что в следующем году таких проблем не будет, хотя официальные лица рассказали, почему такие проблемы с газом, так как в Узбекистане добыча газа с каждым годом уменьшается. Вот такая вот неприятность с одной стороны, поэтому придется уже покупать. Ну, а мы сейчас подъехали в перекресток Слебзар, магазин Ганга. Сейчас мы заедем на большую дорогу, которая Дружба народов ведет, туннель под цирком. Вот это у нас Слебзар. Вот такой вот зимний пейзаж у нас. И все это уже скоро все озеленеет и будут уже другие виды, будет красиво, то это будем на канале демонстрировать. Ну, а у нас слева в этом здании вот это девятиэтажное, где Инфинбанк написано, там был раньше магазин Ганга, кто помнит. Ну, а справа еще парк был, по-моему, Пушкина, да, или, я даже не помню, какой-то парк, ну, до сих пор есть, ну, что-то там переименовали. Ну, могу и ошибаться. Это у нас туннель под цирком, площадь Хадра и далее мы уже выйдем. В общем, эта улица уже называется здесь улица Фудката. Ну, а Дружба народов и далее уже она Буньоткор большая дружба народа. Также у нас некоторые модели автомобилей снизили цены. Тоже анонсировали. Ну, премиум классы Малибу, трекеры, Экюнокс, они понизили цены. Также китайские тоже сейчас рекламы идет, что тоже понижение идет цен. Ну, не знаю, к чему все это хотят, чтобы все покупали новую машину. не все могут это сделать. Не всем и нужно этого делать, я так думаю. Ну, как видите, жгули у нас, они вот такие вот грузовые транспорт сейчас пользуются. Волги вот эти, бывший автокром в Советском Союзе. Ну, вот такие вот, друзья, новости и такая вот поездка. Всем желаю удачи. На этом наша поездка завершается. Берегите себя, здоровья и пока, друзья. Спасибо.